привет ребятки да я также удивлена наверно как и моя кошка как вы что лето пролетело начинается сентябрь я иду в университет и колледж поэтому сегодня хочу вам показать всю свою канцелярию и у меня еще так много потому что я уже один колледж заканчивала поэтому есть опыт того что нужно брать с собой начнем мы с маленьких но нужных вещей степлер скотч клей-карандаш скрепки и булавки калькулятор виде шоколадки замазочку транспортирует их много не бывает закладки для книг точилки клей момент и прекрасные закладки для книг которые очень хорошо держится я очень люблю разные бумажки стикеры клеющиеся не клеющиеся различных цветов в клетку в линейку в общем у меня их действительно очень много и это очень полезная вещь для учащихся в любом заведении будь то школа университет колледж шпора нужно делать везде и так давайте перейдем ко второй коробке три пары ножниц беливо потому что я очень классный художник циркуль много много резинок потому что я была гуманитария ручки карандаши и разная дребедень теперь вам покажу те вещи которые не очень необходимы прям всем людям но если вы творческий человек я думаю вам будет интересно это увидеть и это блёсточки различные наклеечки в общем такие штучки которые смогут украсить ваши блокнотики рисуночки и окружающую следу и да я очень люблю декоративный скотч кстати есть у меня вот такие бумажные закладки для книг и могу вам сказать что я вам их не рекомендую а вот наклейки это супер также покажу вам отдельные вещи такие как скотч линейки клей карандаши потому что я очень много рисовала в последние четыре года и слава богу водиком был связан не с рисованием ручки которые к моему сожалению очень дорого стоили пенал в пенале у меня лежит на самом деле не очень много всего я не люблю когда пенале много сайта трепетений там лежит черная красная ручка серебряная несколько карандашей и обычные ручки и так как я художник мне нужно было иметь профессиональные краски и ножичек для белин если вы собираетесь идти в колледж либо университет вам обязательно понадобятся файлики и папки для файликов очень много файликов очень много папок потому что будут постоянные работы будь то курсовые либо просто работы практически это вам понадобится добро вот прям закупайтесь и также можно использовать картонный скоросшиватель еще и люблю использовать вот такую вот красивую папочку ну и обычные папочки конечно тоже подойдут также вам может пригодиться вот такой набор здесь есть все что нужно для скрепления бумаг это зажимы разного размера и скрепочки также вот такая вот прекрасная вещь это блокнотик где есть много стикеров клеящихся которые я очень люблю также студентам могут понадобиться диски для перенесения своих работ электронный вариант ну и давайте перейдем тетрадочкам в этом году я использую страде 96 листов потому что мне стало удобнее носить тетради такого объема но прошлые четыре года я использовал тетради формата а3 я могу сказать что для студентов это очень круто очень удобно в том плане например если вы рисуете какие-то таблицы у вас большой почерк это действительно очень комфортно и плюс в этой тетради можно с разных сторон вести разный предмет но один раз у меня возникла проблема с учителем по русскому языку потому что она сказала что если я издам свою тетрадь с форматом а3 она просто не понесет ее домой проверять вот но это было только на первом курсе а все остальное время мои тетради принимали брали все было удобно и вот одна из моих тетрадей это тетрадь по информатике на тетрадь кстати бы я советовала вам приклеивать вот такие наклеечки чтобы сразу понимать где какой предмет если он не написан на самой тетради теперь пойдем по моему самому любимому по блокнотам многие могут сказать зачем тебе столько блокнотов но ребята я в них реально пишу вот такой есть у меня с лондоном где можно вставлять страницы дополнительные очень очень удобно на самом деле следующий блокнот я использую уже четыре с половиной года записываю различные заметки очень часто ношу с собой поэтому у меня весь список на разных страницах еще один блокнот он очень милый очень старым наверное лет 9 и также веду какие-то расчеты но он лежит у меня дома блокнот в которой записываю все свои идеи для видео как видите он в новогодней тематике потому что я покупал новый год чтобы записывать свои ежедневные видео которые хочу делать и также мой дневник который я веду с 2013 года вы видите страничек очень много но все еще впереди и также дневник который вам показывала раньше видео канцелярии он также мне еще служит до сих пор очень его люблю очень удобный и он маленький что очень удобно для суда и также вот видите где я училась не знаю зачем он мне но я пишу всякую дребедень или а стихи или что-то такое и самый удобный маленький блокнотик санкт-петербургом я люблю его за то что в нем белый страниц и в нем можно рисовать в общем то вот такое видео получилось кратко я извиняюсь что меня не было в самом видео к сожалению после операции мое лицо еще не восстановилась операции на зубы не на лицо в общем то есть сейчас опухшая поэтому не могу перед вами сесть и пожелать вам всего хорошего да ребят учеба это в какой-то момент сложно неприятно не всегда нравится но это та ступень которую мы должны перешагнуть а у меня их в этом году и так что пожелайте мне удачи как я вам желаю потому что у меня в этом году переход от гуманитария в которой я училась четыре года теперь будет экономика чего я вообще не жадала от себя и также туризм вот в общем-то раскрою маленькую тайну куда я поступила да так что учеба предстоит сложно надеюсь что у меня все получится у вас все получится не могу сказать что у меня есть какое-то необычайное ощущение от новой учебы на самом деле нет я надеюсь что у вас она есть если вы только поступаете куда-то либо переходите новый класс либо еще что-то у вас все получится вы заведете много-много знакомых много друзей в общем всего вам действительно хорошего с первым днем знаний хотя это видео выйдет чуть раньше отметьте попрощайтесь с летом хорошенько люблю вас целую ваши света вот такая вот у меня канцелярия знаю что много ненужного но я это использую почему-то люблю целую пока субтитры сделал DimaTorzok и субтитры сделал DimaTorzok